здравствуйте дорогие друзья вы на канале я путешественник и мы с вами находимся в солнечном вьетнаме сегодня 20 марта 2023 года мы с вами приехали заселяться в отеле resort and спа винперл на чанг бэй то есть это пятерочка один из самых новых отелей на острове хунче там где находится самый шикарный огромный парк развлечения для всей семьи и вот заселение происходит не на самом острове а на островной части посмотрите вот этот с правой стороны это ресепшн отеля винперл resort а вот это ресепшн отеля винперл resort and spa на чанг бэй итак сейчас давайте я вам покажу зону ресепшна как проходит заселение а потом мы с вами уже отправимся на паромчики на сам остров там я вам покажу несколько видов номеров потому что у нас будут разные номера мы специально так взяли чтобы вы видели и виллы и номера в основном здании и так когда вы приезжаете сюда на регистрацию вас встречают и провожают в отдельную зону смотрите вот эта стоечка ресепшна здесь нет людей потому что все сотрудники вот как раз наши паспорта у молодого человека сотрудники здесь делают все за вас теперь немножко давайте покажу атмосферы шикарная зона ресепшна сразу видно что ты 5 звезд ну а все гости очень комфортно вот в такой зоне на диванчиках ждут заселения приносят приветственные коктейльчики или сок вот так вот и вот здесь все ожидают пока вас зарегистрируют итак нас сейчас зарегистрируют и дальше мы с вами отправляемся на сам остров хонче при регистрации у вас спрашивают хотите ли вы оставить депозит в отеле либо же можно от депозита отказаться тогда за все придется платить кредитной карты после того как все регистрационные действия прошли вас приглашают вот такому терминалу где начинает сканировать ваше лицо и потом именно по этой фотографии будет доступ в парк развлечений его теперь смотрите дальше системы ваша фотография попала в базу и дальше чтобы пройти на турнике вот на эти паромы ваше лицо просто сканируют и если лицо ваше есть системе значит вы проходите дальше и дальше путь на остров хонче или венкеру вот на таких дорога занимается ставной части до самого острова хонче но буквально минут 7 наверно прибываем вот сюда очень красиво здание и дальше сейчас мы пройдем на кары которые развезут всех кого в какой нужно отель а кто-то просто пойдет парк развлечений и так мы приехали на причал поднялись на шестой этаж а с этажа вот такие вот гольф кары развозят людей по отелям по резортом а а а а и а а Мы приехали к нашему отелю, который называется Винпером Резорте Спана Транп Бэй. Сейчас мы с вами его посмотрим, посмотрим номер в основном здании, обязательно покажу виллы и посмотрим питание, как здесь кормят и, собственно, что вообще можно делать на территории острова Хончее и в этом отеле. Итак, всех приглашаю со мной на осмотр этого отеля. Вне зависимости от того, что вы прошли регистрацию на островной части, здесь по приезду вам необходимо также зарегистрироваться. Регистрация проходит вот здесь, три стоечки, иногда четыре работают, очень быстро все происходит, но заселение с двух часов и вот нам сейчас номер еще не дают, нас просят опоздать. Багаж оставляют вот в этой комнате справа и вы можете уже спокойно переодеться. Здесь нет системы браслетов, фотографию вашей основной части уже занесли в базу и вы можете начинать пользоваться всей территорией. Покажу немного лобби. Здесь очень красиво, прохладненько, всегда можно посидеть. Здесь слева от зоны ресепшн у нас есть точка гастерлэйшн, то есть все вопросы, связанные с пребыванием, а также здесь можно получить карту острова развлечений, сопровники нас приветствуют. Вот именно здесь. Также вот здесь у нас есть информационная доска по поводу того, что вы можете записаться в ресторан Океане и за 1 миллион 100 тысяч даньгов отведать сеты из морепродуктов. Но я хочу сказать, что если вы сюда приезжаете с трехразовым питанием, морепродукты на шведском столе есть каждый день и всегда их в достаточном количестве. Есть и креветки, и мидии, и кальмары, ну и еще много чего другого. Вечером здесь в поле за роялем всегда кто-то играет. И вот посмотрите, справа от меня один ресторан называется он на Транкбэй. И с левой стороны есть еще один ресторан Марина, но этот ресторан работает только на завтрак. Также здесь в лобби есть кофейня, где можно купить кофе и сладости. И есть вот такой вот бар. Я вам сейчас покажу напитки. Все они абсолютно за дополнительную плату, так как системы питания все включено, здесь нет. Сейчас покажу ассортимент и вот меню, что здесь можно заказать. Например, коктейли Текила Санрайз, Пинаколада стоит 150 тысяч донгов. Также есть чай 60 тысяч донгов. И есть, например, различные коктейльчики другие, Мактейл, Блюгер и Лимон 110 тысяч донгов. Напитки все премиум класса, есть длино, есть более крепкие напитки, есть даже чивос 12-летней выдержки, есть 18-летние выдержки, есть мартел, есть хеноси. Ну, то есть, в принципе, на любой, на любой вкус. Прежде чем показать вам красоту, которую уже сейчас вы видите, я предлагаю вместе со мной отправиться и посмотреть номера, которые нам дают. А мы сейчас с вами посмотрим виллу, собственно, в которую мы заселились. Вот я не случайно стою сейчас здесь на дорожке, потому что хочу показать, что, в принципе, виллы в два ряда находятся в отеле Винперо Резортенспа на Чангбэй. Потому что вот она вторая вилла, получается, здесь все время будет вид на сад. И вот эти виллы, у которых прямой выход к морю. Итак, давайте с вами посмотрим виллу 6404. Она одноэтажная, еще есть двухэтажные виллы. Это вилла с гостиной и двумя спальнями. Очень просторный холл. Сразу при входе я покажу, что есть отдельный санузел, очень удобно при входе. Раковина. Так, что же здесь? Большой обеденный стол. Кухонный уголок. Есть все. Чай, кофе, бесплатная вода, большой холодильник. В день заезда отель делает такой комплимент в виде спрайта, колы и орешков. Большая вот такая зона отдыха. Огромный телевизор. Так, и две спальни. Давайте покажу. Первая спальня. Она с двухспальной кроватью. Такой с большой, хорошей. Все комнаты прям очень-очень просторные. То есть места прям достаточно. Даже если вы приезжаете большой с семьей, здесь вам не придется ютиться. Вот она такая комната. Здесь у нас отдыхают родители. Папа сейчас как раз-таки на балкончике попивает кокос. Да, на нашей вилле каждое утро приходит сотрудник отеля и просто так приносит нам кокоса. Так, вот он он. Просто великолепнейший цвет воды в море. И посмотрите, какой прямой выход к морю. То есть здесь буквально пять шагов и вы в море. Так, пойдемте дальше. Что есть еще в этой спальной комнате? Вот такой уголок. Собственно, прикроватные тумбочки. Также огромный телевизор. И вот такое вот кресло для отдыха. Так, здесь, естественно, отдельная ванная комната. Она достаточно большая. Зеркало. Отдельная душ-кабина. Что мне нравится? Здесь полный набор косметических принадлежностей. Есть все. И щетки, ушные палочки, станок. Вот такой вот замечательный крем с витамином В5. И самое главное, что здесь есть помимо, естественно, шампуня и геля для душа, здесь есть прям отдельный кондиционер для волос. Есть хороший большой стационарный фен с собой вести не нужно. Ну, собственно, вот такая тоже ванная комната. Очень хорошего, большого размера. Идем дальше. В шкафу у нас, ну, я не буду показывать здесь вещи родителей. Здесь есть две пары сланец, две пары тапочек, халаты хорошего размера, сейф и гладильная доска с утюгом. Сейчас в нашей комнате с дочей я покажу. Так, вторая спальная комната. Здесь у нас две раздельные кровати. Так, ну, вот здесь давайте я вам покажу в шкафы. Так, вот такие вот халаты. Сланцы. И тапочки. Единственное, чего я не вижу, это пляжные сумки. Хотя раньше она сто процентов была. Так, ванная комната здесь идентичная. То есть такая же большая, со всеми, опять же, принадлежностями, полный набор. И пойдемте посмотрим саму спальную комнату. Она тоже... На фотографиях почему-то она выглядит маленькой. Но я хочу сказать, что она чуть меньше, чем там, где двухспальная кровать. Но также она очень и очень, посмотрите, просторна. Окна в пол. На ночь или на вечер здесь это все можно закрыть. Также свой огромный большой телевизор. На полу, во всей вилле, находится ламинат. И везде лежат такие хорошие, добротные ковры. Я хочу, ребята, обратить внимание, что вся мебель, она без пятер, без сколов. То есть все в очень хорошем состоянии. Вот этот диван, который находится в гостиной, он не раскладывается. Ну, и, конечно же, покажу изюминку. Таких вил. Это же, конечно, своя собственная терраса с бассейном. Причем, знаете, здесь такие хорошие шезлонги. И вот так вот есть. Мы с утра уже, естественно, искупались. Здесь бассейн, ну, прям очень теплый, очень чистый. И он такого хорошего размера. То есть это не маленький метр на метр. Вот такой прям полноценный бассейн. Ну, и опять же покажу, что вот буквально несколько шагов, и вы в море купаетесь. Вода здесь очень спокойная. Здесь круглый год практически не бывает волн, потому что впереди находятся вот такие острова. Эту часть они защищают, Вимперло, от волн и ветров сильных. Ну, и, собственно, шикарный пляж. Друзья, хочу показать пляж со стороны вилл в отеле Винперл Резорт Инспанно Транкбей. Ну, чтобы вы понимали, что он ничем не отличается от общего пляжа, где основной корпус. Здесь точно такая же прозрачная вода. Посмотрите, просто идеальная. Сегодня считается с ветерком. Ну, посмотрите, даже с ветерком здесь мега-мега спокойное море. И вот такой шикарный вид. Вот они, пляжные виллы. Каждая вилла имеет собственный бассейн. Абсолютно одинаковые. Здесь находятся вот виллы с двумя спальнями и гостиной комнатой. И народу, конечно, здесь очень мало. Посмотрите, такой просто вот там купаются с одной виллой, а так людей как будто нет. А на самом деле виллы все абсолютно заселены. А мы сейчас с вами посмотрим номер в основном здании категории Deluxe. Самая простая в этом отеле. Единственное, что мы с вами посмотрим номер именно с видом на море. Номер мы будем смотреть на седьмом этаже. Номер 723. Так, при входе у нас большой шкаф. В шкафу у нас есть плечики. Также есть гладильная доска, утюг, сейф. Сланцы-тапочки выдают. Есть еще вот такой шкаф, где можно оставить чемоданы. Дальше у нас ванная комната. Есть отдельно дуж-кабина. Санузел. Ну что, показывать стандартный. Все абсолютно принадлежности. И ванна вот с таким панорамным окном. Так, пойдемте посмотрим комнату. У нас есть стол, комод. Во всех номерах такой большой телевизор. Здесь у нас номер с двумя раздельными кроватями. Но при желании их можно сдвинуть вместе. Номер достаточного размера. Единственное, что в этот номер ставится только одна дополнительная кровать. В принципе, здесь вам разрешат жить даже с двумя детьми. Но один ребенок должен спать с родителями на кровати. Есть вот такое кресло. Столик, торшер. Ну и изюминкой, конечно, таких номеров является вот такой вот балкон с панорамным видом на море и бассейн. Посмотрите, какая красота. На балконе у нас два кресла. Стандартно столик. И вот такой вот вид. Знакомство с территорией отеля Ventura Resort на Транкбей. Я предлагаю начать именно с этой части. То есть это центральный выход с основного здания. Вот оно. Очень ухоженная территория. Целый день здесь чистят, подметают, поливают. И что самое главное для меня, здесь каждый день, не только утром, а прямо в течение дня чистят пляж. Ну, до пляжа мы с вами обязательно дойдем. Итак, что мы с вами видим? Ну, это, конечно же, главное, основной. Это самый большой бассейн, который здесь есть. И посмотрите, с двух сторон от него, справа и слева, есть еще два детских бассейна. В шезлонге в любой час, который бы вы не вышли, утром, в обед или в послеобеденное время, всегда есть. Что на пляже, что в дневное время. Помимо этих трех бассейнов, есть еще два бассейна на территории вилл. Точно так же слева и туда справа. Я позже тоже вам их покажу. Так, здесь что у нас написано? Здесь у нас расписание различных активити-программ, что есть. То есть, видите, пляжный футбол, есть йога. Ну, то есть, время указано. Поэтому, вот, если вы любители, пожалуйста, обращайте внимание. Давайте сейчас прогуляемся к пляжу, потому что... Сама знаю, когда я искала информацию об этом отеле, информация была очень противоречивая. Но я хочу, чтобы собственными глазами вы увидели, какой пляж, какого цвета вода, какой песочек здесь. Отель достаточно большой, хотя по территории она такая вытянутая, но здесь не чувствуется толп. То есть, люди, в связи с тем, что рядом находится парк развлечений, конечно, большое количество людей уезжает туда. Еще что меня поразило, что здесь постоянно дежурят спасатели. Причем спасатели не сидят в своих будках, как обычно это в отелях. Спасатель, посмотрите, я сейчас подойду поближе. Вот он, в оранжной футболочке на пляже. Как только он видит, что люди заходят в воду, они постоянно ходят вдоль пляжа. И прям действительно наблюдают за отдыхающими. Итак, вот он пляж Шезлонги. Обратите внимание, на пляжные полотенца здесь синего цвета. Есть сервис полотенец. Вот здесь, с правой стороны, от главного бассейна он. Но я хочу рассказать об одном нюансе. Если вы едете на остров развлечений, и там вы планируете посетить аквапарк, либо просто пляж, вот с той стороны, посмотрите, где горки, лучше всего с собой пляжные полотенца взять отсюда, с отеля. Потому что там, на территории аквапарка, можно взять полотенце, но там уже за пользование полотенца каждого, вам нужно заплатить 50 тысяч даньков. Песочек такой достаточно светленький, и он очень-очень мелкий, практически как мука. Вот так, давайте посмотрим водичку. Она мега прозрачная. Здесь очень хороший заход в море. Пологие. Посмотрите, водки накупаются. То есть нету сразу глубины с детками, но очень комфортно купаться. И вода просто нереальная. Я хочу, чтобы все обратили внимание из четырех отелей, которые находятся на этом острове. Именно на этот отель, я вот покажу его так с пляжа, основное здание. Еще раз говорю, Green Pearl Resort In Spano Trunk Bay. Почему? Потому что именно у этого отеля впереди находятся вот эти вот острова, которые практически круглый год этот отель защищают от ветра. и волн. То есть можно сказать, что здесь круглый год спокойное море. А теперь давайте пройдем дальше и посмотрим остальную территорию отеля. Продолжаем наше с вами знакомство. И вот в районе детского бассейна, который находится с левой стороны от основного здания, есть вот такой вот бар-ресторан, где можно покушать. В этом отеле система питания это либо завтраки, либо двухразовая, либо трехразовая. Если вы приезжаете с питанием только завтраки, то вот здесь можно пообедать. Причем это происходит так. Когда вы заселяетесь на островной части, у вас просят сказать, как вам удобно оставить депозит за номер. И потом в барах вы тогда можете заказывать еду, напитки и просто все будут записывать на счет вашего номера. И потом с вашего депозита это все вычтут. Если вы от депозита отказываетесь, то в этом случае все это в системе ребята введят. И тогда все, что вы захотите заказать, вам необходимо будет оплатить сразу наличными или кредитной картой. Здесь в отеле можно рассчитываться и наличными, и кредитной картой. Но на территории парка развлечений, ребята, обратите внимание, только ПЭС, то есть кредитной картой. Может быть пока, но пока не принимают. Давайте посмотрю, покажу точнее меню. Ну вот есть, например, детское меню. Вообще у них меню достаточно большое. Вот с таким шикарным видом можно здесь посидеть. Рыбки, посмотрите, уже их ждут, когда придут их и по корме. Ну а мы с вами двигаемся дальше. В сторону вилл. Если вы планируете отдых свой здесь, на острове Ханче, и вы планируете проживать именно на виллах, то, конечно, это нужно делать однозначно заранее. Даже в связи с тем, что еще пока нет китайцев, а сегодня 20 марта 2023 года, именно виллы, у которых прямой выход к морю, в наличии нет. Поэтому все нужно в этом отеле делать заранее. Территория, ну, это просто сказка. Посмотрите, какая красота вокруг. Какие еще нюансы по отелю, пока идем расскажу. Значит, Wi-Fi бесплатный на всей территории. Будь это пляж, будь это виллы, рестораны, основной корпус, бассейны. То есть в любой точке вы спокойно пользуетесь Wi-Fi. Еще для меня, например, хорошей такой особенностью этого отеля стали кары, на которых можно передвигаться не только до парка развлечений, но и вообще, в принципе, по всему острову. Спокойно вызывайте с номера или с виллы, и за вами приезжает машинка. Их очень много, поэтому они ездят. Я не знаю, иногда ты даже не успел заказать, как за тобой уже приехали. Ой, в нашем случае максимальное время ожидания составляло 5-6 минут, когда за нами приезжала машинка на виллу. Вот это виллы до первой линии. Я потом вам покажу вид еще из пляжа на них. Ну, а сейчас показываю один из бассейнов на территории вилл. С другой стороны он такой более круглый. Ну, в общем, очень удобно. Поэтому, если вы отдыхаете на виллы, не обязательно на виллах, не обязательно идти к основному бассейну. С каждой стороны как бы есть свой. С правой стороны от центрального главного бассейна есть вот такой еще один детский. И вот обратите внимание, здесь можно взять вот такого большого лебедя на прокат или такую же большую ламу. Стоит это 120 тысяч донгов на один час. Также здесь есть детские ворота для игры. Водное поло. И сразу за этим бассейном вот здесь находится небольшая детская площадка. Если у вас маленькие детки. Конечно, сейчас в дневное время это все очень горячее, но вечером достаточно комфортно здесь им будет поиграть. И в этой же стороне есть детский клуб. Пойдемте мы с вами его посмотрим. Русскоязычных сотрудников, которые работают в детском клубе, конечно же нет. Поэтому будьте готовы к тому, что либо ваш ребенок будет здесь с вами, либо, если уже детки самостоятельные, можно будет оставить. Здесь есть настольный футбол. Сейчас мы с вами посмотрим, попробуем найти режим работы. Ну, пока я не вижу. Так, что здесь у нас? Ну, собственно, вот, я так понимаю, мини-пул. Вот программы расписаны. Ставьте на паузу, если хотите. Каждый день расписан, с чем с детками занимаются. И так, что есть еще? Можно здесь порисовать, посмотреть мультики на вьетнамском языке. Ну, сейчас на английском даже. Еще одна комната для просмотра мультфильмов. И есть вот такой бассейн с шарами и несколько видов котель. Ну, все для очень маленьких деток, конечно. Деткам постарше здесь будет неинтересно. Но, тем не менее, мини-клуб есть. Поэтому какое-то время, особенно днем, возможно, когда пик жары, здесь можно провести время. А мы с вами двигаемся дальше. Сейчас мы готовимся с вами уже посмотреть питание в отеле. И пока я буду идти до ресторана, хочу рассказать вам еще об одной важной особенности. Особенно для тех, кто, возможно, едет, ну, только, не знаю, завтраками или с двухразовым питанием. Значит, официально в номере у вас будет лежать бумага, где будет написано о том, что провоз с собой еды и напитков, со странной части, ну, якобы, разрешается. Но за это вы должны заплатить штраф в размере 1 175 000 донгов. На деле, на деле, мы видели людей, которые сюда заезжали прям с ящиками пива. По цене, я могу сказать, что вот рум-сервис, рум-сервис мы делали себе на виллу, мы заказывали пиццу, стоит она 220 000 донгов. Ну, то есть, это, грубо говоря, где-то 5 000 тенге. Пиво здесь можно купить, маленькую баночку, 40-70 000 донгов. То есть, в принципе, это все доступно. Но еще раз повторюсь, то есть, возможно, сейчас после пандемии немножко они как бы смягчили свои требования на деле. Ни у кого штраф абсолютно не брался, потому что брали с собой фрукты, манго с островной части, ананасы. Вот. И без проблем все здесь это мы съели. Ну, а сейчас я все-таки предлагаю уже наконец посмотреть питание. И после я, наверное, сделаю такое краткое, как обычно, резюме о плюсах и минусах этого отеля. А мы с вами отправляемся на завтрак в отеле Вин Перл Резорт Этспана Чанг Бэй. И я вам сейчас покажу, чем же кормят или угощают в этом отеле. Итак, на входе, чтобы попасть, вам нужно отсканировать свое лицо. Сейчас мы быстренько пройдем эту процедуру. Как только вы отсканировали, показали, что у вас фотография есть в базе, вы отправляетесь вот в такой ресторан. На входе у нас есть сразу джемы, крема, банкейки, гонкотские вафли. Это что-то типа вот такого, не знаю, как блинчики, хлебушек, ну, чтобы среднее. Дальше есть бекон, сосиски. Здесь вы знаете, что очень хорошо, когда вы отдыхаете с детьми. Здесь на завтрак, где-то ужин всегда есть мороженое. Вот сейчас на завтрак двух видов. Вчера вечером на ужине было три вида. Есть, я не знаю, что что, орешки. Это вот как такие, знаете, как посыпка для мороженого, типа шоколад мелкий. Тостерная машина, багеты, круассаны, булочки, кончики. есть две кофе-машины, палата капучино эспрессо, кто как любит. Отдельно, вот здесь, смотрите, стоит чай. Их огромное количество, разные виды, зеленый, черный, раудрейт, из любой. И давайте посмотрим, что же есть еще. Итак, основной, то есть традиционская, вьетнамская кухня, здесь у нас готовят разные супчики. делают супчик фон, делают, миксуют салатики. Ну, основное здесь, конечно, сухое. Так, сейчас посмотрю, что именно у нас сегодня на завтрак. Вот так вот, невозможно ничего посмотреть. Это у нас китайский, ну, в общем, какой-то китайский супчик. Ну, на вид, а вот они, виды, три вида. Смотрите, это у нас нудл суп, нудл суп, нудл суп, но все различные. В общем, такие традиционные супчики кубок с различной лапшой и различные начинки. Так, дальше. У нас есть отдельно йогурты, такие резаные фрукты. Здесь я уже прошла стоечку салатами и йогуртами. если что, еще вернемся. Йогурты тоже достаточно такое хорошее разнообразие. Можно выбрать любым вкусом. Есть у нас, посмотрите, такая арбузная вода, джут, молоко. Так, станция. Что у нас? Омлетик. Можно взять вот такие эстетики, бекончик, сосиски, омлетик, скрамбл, или просто жареное яичко. Есть вот такие вот, я думаю, что это было яичо поход. Скорее всего. Есть у нас вот такие уже готовые яички. Дальше. Вот здесь у нас выкладывают картофельные, брауные, сиськи и бекон. Так, идем на еще блюдо, посмотрим на отдельную стойку. Нарезка сыром достаточно хорошая. Смотрим, что здесь. Рис с изюмом. Здесь кукурузка. О, это тайские такие как булочки, да? Мантау называются они. Дальше. Фасоль в соусе. Так, бит, говядинка в соусе. Курочка с овощами. лапша. Ну, что-то в стиле портая. И, по-моему, рис. Да, и рис еще вот такой. Так, у нас есть что-то типа кашки. Да, не знаю, похоже на крылья. Ну, рисовая как будто кашка разваренная. Так, еще что же здесь? Бульончик я так думаю, Мисо суп. Ну, бульон, да, Мисо суп. Добавляете себе что хотите. Пишут что-то ряжет суп. И вот это не знаю что. Ну, что-то такое типа рис, но без молока. Так, идем дальше. Смотрим. На завтраке у нас есть фрукты. Это гуава, арбуз, папайя, красный глаз дракона, мандарины, и вот такой вот, знаете, первый раз вижу, это тертый, как будто, а нет, это чили салт, а, это острая соль, точнее сказать, да, острая соль, чили салт, но интересно. И еще посмотрите, стоят фреши. Ну, это оранжевый оранж однозначно, и я думаю, что это скорее всего гуава. Дальше нарезочка из колбасы и ветчины, немного консервированных овощей, ну, и вот она стоечка со свежей капусткой, морковкой и помидорками. В общем, ребят, завтраки очень разнообразные, то есть можно, не знаю, есть какой-то такой традиционный английский завтрак в виде яйца или яйца подшот, а еще смотрите, что я нашла, такие спрингроллы на пару, интересно. Вот, а также можно здесь отведать и классической вьетнамской еды. Всем приятного аппетита! А мы с вами отправляемся на обед, ну, и давайте посмотрим, что же можно отведать здесь на обед. Вот здесь, как обычно, я его называю почему-то детский стол, потому что посмотрите, какие сегодня профитрольки, печеньки, здесь же на обед у нас есть картофель-при, наверное, мясные мидболы, 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 и еще есть попкорн. Так, идем дальше. Как всегда, у нас мороженое, вот смотрим на обед, у нас уже три вида мороженого, есть и шоколад, и различные посыпки, стол с различными булочками, батонами, палочками, хлебными. Кофе на обед также присутствует. Чайный стол также присутствует. И смотрим теперь основные блюда. Итак, у нас сегодня есть спринг-роллы, вот такие вот различными можно приправками. Есть у нас жареные спринг-роллы, супчик фурбо. Чуть-чуть поменьше. Очень вкусный бульон, и здесь просто потрясающий. Дальше. Вот здесь в супчик можно положить дополнительно фрикадельки, креветки для секут фурбо и яйца. Дальше. стол с зеленью. Роллы присутствуют как на обед, так и на ужин. Ужин я вам также позже покажу. К ним есть и имбирь, и васаби, три вида салатов. Еще вот такой. Их чипсы. Дальше. не могу сказать, что это, но с авокадо. Это вот суп, свит-суп, ну, как пишут, что сладкий суп. Лед есть. Станция пасты. Нужно выбрать себе пасту. Ну, и различные начинки. Пармезанчик. Все присутствует. Есть что-то типа ну, вот различные смотрите, пагетти, рот и пепетти. Идем дальше. Вот здесь у нас разделывают мясо. Сегодня это сменинка с овощами на гриле. Также у нас есть картофель. Курочка на гриле. Здесь у нас супы. Лис. Здесь супчик с курочкой. А здесь у нас супчик. Написано, что шаем с креветками. не буду повторяться, поверим. Дальше. Основные еще гарниры. Есть овощи на пару. Есть крем суп. Вот такой вот. Рис. Тоже рис. Несколько видов риса. Лапка. вижу что с кальмарами. Дальше говядина с овощами. Здесь у нас креветки с овощами. А это у нас курочка. Вот такая запеченная. Это курочка. пирога. что-то видит какого-то пирога. пойдусь. И здесь у нас этот тумец. Посмотрите, какой он просто волшебный. Очень сочный. Даже по виду видно. Как всегда есть нарезка из сироп. Здесь всегда есть на обед и ужин зорблю. То есть тык с плесенью. Так, ну и теперь пойдемте еще я покажу фрукты, конечно же. Красный дракон, гуава. Гуава, арбуз, мандарины и резаные яблоки. Дальше из сладости есть несколько видов мини-торка, рулет, это яблочный тарт, вот это зеленая тирамису, нарезка из ветчины и рыба. Ну и как всегда немного солений. В общем питание в этом отеле ну более чем разнообразное. Всем приятного аппетита! друзья, мы с вами пришли на ужин. Давайте подробно посмотрим, что же есть на ужин. Как всегда, начиная с детского стола. есть лимонный тарт, коп-корм, картошка фри, тут что-то какая-то как кашка или молоко, но похоже как немножко на мамную кашу. И здесь сейчас скажу, посмотрю, что говядина с картошкой. пойдем все дальше. Мороженое как всегда все посыпки и сегодня три вида мороженого на вечер. Стол с хлебами, кофе машины, все стандартно. Чайный набор также присутствует на вечер. Посмотрите, как украшает интересно. зал. Так, здесь у нас традиционно вьетнамские супчики. Сегодня их два. Дальше здесь у нас выросла стандартно зелень. Так, ну, вот здесь стоечка с тушами, сашими точнее. Ну, скорее всего, закончилась. Сейчас принесут, буду идти на обратном пути. Если принесут, покажу. Потому что я вижу, что имбирь стоит также, васаби есть. То есть все-все-все абсолютно. Так, давайте дальше. здесь у нас паста, спагетти, и пекущини. Из морепродуктов сегодня у нас есть. так, ну, здесь пока только говядинка и курица, а вот здесь я вижу уже готовые жареные креветки на гриле, мидии и кальмары. Кальмары всегда остренькие. И различные ким соуса. Вот, пожалуйста, показывает, что сегодня будет грилить. И это все присутствует. Дальше. У нас есть еще вот здесь овощи-гриль. Снова креветки. Здесь у нас уже находится свининка. Еще вот такая свининка и крылышки барбекю. Пойдемте дальше. неизменно все с плесенью и, в принципе, сырная нарезка. Здесь у нас запеканка. Дальше у нас есть лосага с говядиной. Здесь у нас мидболы. А, ну как, тушеный мидболы и кабачок фаршированный или сухини. курица тушеная. Рис. Здесь у нас рыба бразильская. А, нет, не бразильская, извиняюсь. Ну, в общем, какая-то рыба. Дальше. Рис с овощами. еще один рис. И овощи на пару. Так, давайте посмотрим, что у нас есть на ужин из супов. Так, свининка. Свиной бульончик, да? Здесь у нас какой-то еще эль-суп. и, ну, как обычно, вот какой-то такой рис. Так, пойдем дальше посмотрим. Фрукты. Яблоки, арбузы, мандарины. Красный глаз дракона. Гуава. Несколько видов тортов. И хочу сказать, что выпечка здесь, в принципе, очень вкусная. Дальше у нас бекончик. И еще вот такая вот, ну, не знаю, наверное, свининка. Я видела, сейчас люди несли красную рыбу. Вот, собственно, ее принесли. Сейчас я вам ее покажу. Вот ее как раз выкладывают. Тарелочку. принесли. Ну, вот она, собственно, сегодня на ужин есть. Друзья, ну, и в завершении, как обычно, хочу подвести итоги. Давайте обсудим плюсы и минусы отеля Винперл Резорт Инспана Транкбей. Ой, наверное, первый раз я не могу прям минусы выжимаю из пальца, поэтому начну с плюсов. Ну, тут их всех даже, наверное, не перечесть. Это и ухоженная, чистая территория, и чистые бассейны, и шикарное море, чистое море, без волн море, просто разнообразнейшее питание, морепродукты всегда, мягкая постель, наличие вай-фая бесплатного по всей территории, будь это пляж, виллы, бассейны, то есть абсолютно в любой точке отеля вай-фай бесплатный. Удобно, что нужно ездить, можно ездить на карах с одной точки отеля на другой, то есть здесь действительно все продумано и сделано для туристов. Что еще? Какие плюсы? Ну, обслуживающий персонал все мега доброжелательные. Наверное, к минусам бы я могла отнести, только это все-таки по маленькой бутылочке воды в день в номере это действительно мало. Можно было бы для такого отеля, такого уровня ставить ее в номере больше. Это первый минус. Второй минус. возле кровати не во всех комнатах на виллах есть розетки. и третий минус, я бы сказала, что хорошо было бы, если бы на ресепшене был русскоязычный русскоязычный человек, говорящий по-русски человек. На этом все. Больше минусов, но в отеле нет от слова совсем. Если вам мой обзор понравился, если он вам был тем более полезным, пожалуйста, поставьте мне лайк. Ну, а все вопросы, которые у вас будут по этому отелю, пожалуйста, пишите в комментариях, я постараюсь оперативно на них отвечать. Это канал Я Путешественник и до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров 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 А.Егорова